Друзья, сегодня с вами вновь канал Я и Мой Хвост, и я его изучаю. Сегодня мы с вами разберем типичные ошибки, которые допускают владельцы собак при их воспитании. Вы приходите домой. Видели сейчас меня, собака встречала, она была очень радостная, очень довольная. Это естественно, у нее происходит эмоциональный взрыв, она радуется. Что это такое? Это эмоциональное возбужденное состояние. Что мы должны делать в таком случае? Возбужденное состояние мы с вами никогда не должны поощрять. Что сделал Акбар? Ну, Акбар уже воспитанный. Он знает, что это состояние я поощрять не буду, поэтому он ушел в спокойном состоянии дожидаться меня, когда я соизволю его похвалить. То есть, вы приходите домой, собака радуется, вы начинаете радовать, целовать ее, обнимать ее, этого делать нельзя. Собаку поощрять можно только в эмоционально стабильном, спокойном состоянии. То есть, мы заходим домой, разуваемся, собачка бегает, волнуется, мы раздеваемся с вами, дожидаемся момента, когда собачка успокаивается, и уже в этом состоянии мы начинаем ее поощрять. Ну вот, вы переоделись, поощрили свою собачку, поздоровались с ней, собачка успокоилась. Только тогда вы ее погладили, то есть, не стали закреплять, соответственно, вот это вот возбужденное состояние. Вас дома встретила супруга. И типичная ошибка номер два. Вот, смотрите, это практически в каждой семье, в которой, значит, меня приглашают, я наблюдаю такую картину. Я сейчас специально позвал Акбара, у меня Акбар очень воспитанный, молодой собак, поэтому он не позволяет себе таких вещей. Но вот такая вот картина, это нормальное явление для людей, которые не понимают, что они, значит, делают. Вы садитесь, значит, кушать, или просто у вас там какая-то еда, значит, находится. Вот, обратите внимание, значит, собака уже смотрит на предметы пищи, которые, значит, вы собираетесь кушать. Этого не должно быть. Почему? Потому что, ну ладно, у вас в доме там живет маленькая какая-то собачка, скажем, и не так страшно, когда к вам пришли гости, и она начинает попрошайничать. Это все воспринимает как забаву и так далее. Но когда у вас в доме находится немецкая овчарка, какой-то там бультерьер, или, ну, крупная там кавказская овчарка, то есть достаточно большая собака, и вот, значит, пришли гости, садятся за стол, и собака начинает вот таким вот образом психологически воздействовать на ваших гостей. То есть, я считаю, что это неправильно, поэтому, когда вы начинаете кушать, вот такой собачке рядышком не должно находиться. Она должна знать о том, что хозяин кушает, тем самым вы подчеркиваете для своей собаки то, что вы являетесь властелином еды, и без вас ему еды достать невозможно, и вы тем самым подчеркиваете дополнительно свой статус вожака. Поэтому я рекомендую сели кушать, собака подошла к вам, а вы, если у вас есть отведенное какое-то специальное место, то есть вы отсылаете собаку на место, либо просто, чтобы она не присутствовала, ну, желательно, чтобы для ее психологического спокойствия, чтобы она, в принципе, не находилась в том помещении, где вы принимаете пищу. Поэтому, ну, у нас Акбар воспитанный, мы ему скажем, он пойдет, сделает. Акбар, иди на кухню. На кухню иди. Давай, иди на кухню. Вот. То есть, это примерно должно быть вот так. Никогда не разрешайте собаке, не позволяйте, запрещенное. То есть, запрет кусочничества вот этого вот должен быть абсолютен. То есть, раз вы запрещаете, никогда не разрешаете. Расскажу вам немножко, как вы можете дополнительно подчеркнуть свой статус вожака. Вот, смотрите, я сейчас сижу на диване. Значит, если у вас собачка не сориентирована, кто в доме вожак, и вы позволяете ей находиться на том месте, на каком находитесь вы, то есть, на диване, например, то вы ставите ее в равнозначное положение с собой. Если вы хотите подчеркнуть свой статус вожака, она никогда не должна находиться на вашем месте. То есть, это место более комфортное. Оно находится выше уровня пола, скажем так, места, на котором находятся собаки. Ну, все видели, значит, как бы мультфильм Маугли. И там Акелло находился на горке, перед своими волками лежал. То есть, у всех животных, у хищников более высокое положение считается местом вожака. Поэтому, если вы будете пускать свою собаку на диван, на кресло, на котором вы сами отдыхаете, тем самым вы ставите в равное положение и не подчеркиваете свой статус вожака. Никогда не разрешайте запрещенное. Прием пищи собака находится в другом помещении. Когда она уже будет у вас более воспитана, тогда вы можете позволять ей находиться с вами в одном помещении. Но только таким образом, чтобы это не выглядело как попрошайничество. То есть, как вот сейчас вот Акбар лежал у меня здесь рядышком. Ну, повторюсь, у меня мальчик уже воспитанный. Он не делает этого никогда. Я его просто попросил, чтобы он здесь понаходился. Ну, вот он понаходился для того, чтобы вы могли сами увидеть, как это происходит в жизни. Вот это типичная ошибка номер три. Что я этим хотел сказать? Я этим хотел сказать то, что собачка как бы не должна знать о том, что у нее постоянно находится еда. То есть, в течение дня тарелка у нее должна быть пустая. Чтобы собака знала о том, что она получает, во-первых, пищу не тогда, когда она решила покушать. То есть, вот она решила, пошла и покушала. А тогда, когда решит хозяин. То есть, тем самым вы подчеркиваете еще свой статус вожака. Вы являетесь владельцем еды. Без вас она доступ к еды не получит. Поэтому я рекомендую вам кормить, в зависимости от возраста вашей собаки, там от пяти раз в день, это щенков, и до двух, это когда уже взрослая собака. Ну, естественно, значит, как бы утром чуть побольше, как все мы кушаем, и вечером, чтобы не заставлять работать ночью, когда организм должен отдыхать, немножко поменьше. То есть, вообще просто возьмите, посмотрите. У меня есть отдельный сюжет по поводу правильного кормления. Там я полностью рассказываю о том, как нужно правильно кормить собаку. Чем есть сюжет кормить, рассказываю, и как именно это все делать. То есть, это есть отдельная передача у меня для этого. Я не буду сейчас заострять на этом внимание. Но, кроме того, двухразовое питание, когда оно подается в определенный промежуток времени, это полезно также для организма. Поэтому вы подчеркиваете свой статус вожака, владельца еды. Это вы принимаете решение, когда собака кушает. Еда не должна находиться постоянно в свободном доступе. Спасибо. С вами был я, Олег, и канал Я и Мой Хвост. Субтитры сделал DimaTorzok